Каждому, кто хотя бы однажды приватизировал, продавал, покупал или обменивал квартиру, приходилось обращаться за справками в Бюро технической инвентаризации. Без этих справок не обойтись при оформлении права собственности и регистрации сделки с недвижимостью. Они нужны, чтобы встать в очередь на получение жилья от города, вообще без похода в БТИ не решить ни одной серьезной проблемы с недвижимостью. Наш корреспондент Екатерина Чернышел побывала в Московском областном Бюро технической инвентаризации Ленинского района на улице Школьная и посмотрела, как работает организация в преддверии 2015 года. К 9 часам утра на прием в БТИ собрались посетители. Серьезные земельные и жилищные вопросы надо решать серьезно, поэтому сосредоточенность на лице каждого читалась с первого взгляда. Но улыбка появлялась у всех, как только перед ними открывались двери, и кроме привычных специалистов в окошках, посетители видели Деда Мороза и Снегурочку. Альберт Гравин, директор Ленинского филиала БТИ, также приветствовал каждого пришедшего. Поздравляю вам огромного здоровья, огромной жизненной энергии. Поблагодарите вас за то, что вы выбрали наше предприятие в качестве вашего помощника для того, чтобы подготовить необходимые документы. Без сомнений сюрприз удался. Встречи с Дедом Морозом и подарки никого не оставили равнодушными. Это хорошая идея. Я думаю, это нужно тиражировать во все другие предприятия, государственные предприятия. То есть, если пришла бабушка в пенсионный фонд, ей подарок вручили. Идея таким образом радовать своих клиентов родилась 4 года назад. Инициатором был Альберт Гравин. Мы ежегодно проводим эти мероприятия с той целью, чтобы высказать слова благодарности и признательности всем, чем можем. То есть, в том объеме. Сделать приятное. О том, чтобы посещение БТИ не было каким-то мрачным событием. Поскольку не все приходят приватизировать жилье свое. Как я считаю, что это достаточно хорошее мероприятие. Многие приходят с различными сложными разделами. То есть, на консультации, которые вступление в наследство и так далее. Поэтому мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы посещение БТИ было каким-то позитивным событием для нашего заявителя. В Московском областном БТИ работает свыше полутора тысяч человек. Эта организация представлена в каждом муниципальном образовании Подмосковья. БТИ Ленинского района ведет активную работу с населением. Результатом чего являются награды, которые филиал получает каждый год. И в 2014-м, после подведения итогов, Ленинский филиал БТИ стал вторым среди 74 аналогичных предприятий Московской области. Архив федерального значения здесь ведется с 1927 года. Сотрудники получили дополнительное образование и квалификационные аттестаты кадастровых инженеров. Среди суеты и ежедневных забот находятся люди, готовые подарить хорошее настроение и напомнить, что Новый год совсем рядом. Дорогие ведновчане, поздравляем вас с Новым годом. Желаем счастья, здоровья, успехов, чтобы все ваши мечты сбывались. Поздравляем с наступающим Новым годом. Пусть овечка принесет домашний уют, тепло. С Новым годом, с новым счастьем. Екатерина Чернышева, Евгений Петров, Видное ТВ. Екатерина Чернышева, Евгений Петров, Видное ТВ.